Субтитры сделал DimaTorzok 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 Леона берут себе фэны, второго саппорта, вот, Леона я уже забыл, когда последний раз видел, в принципе, после апдейта до сих пор еще осталась такая фишечка, как гоним септор, ну и я гоним, идет на несколько игроков, по-моему, так, да. Там область теперь, саканима, еще 61-я, по-моему, дота, такое есть. Дизраптор залетает в пик для команды QV, появляется четко выраженный саппорт вот этой команды, ну и я даже не знаю, возможно, все-таки да, Райс Кинг будет у нас как саппортом тоже, ну и остается еще мидер для команды Варна Валфа, посмотрим, кого не возьмут. Тайт Хантера берут на Уфлэйн тебе фэны, ну и толку Тайт Хантера против вот этого того, что есть от команды QV, я думаю, будет очень мало. Ну да, будет врываться, давать рвэйш, но если же его быстренько успокоит, наверное, если он будет немножко опаздывать с прожжением своей кнопочки на ультимейте, будет его на глибсе назад возвращать. Так что это не очень хорошо. Короче говоря, посмотрим, что будет вообще происходить. Поэтому такое, минус на спаке, минус у нас Нага Сирена. Залетает от двух команд в баны, ну и начинается у нас. Последняя стадия пиков, завершающая стадия бана пиков. После чего следует у нас игра. Рейзер Бразор появляется у Кварнавалв пятым пиком, ну и что у нас будет интересно по линиям происходить. Ну, Террблейд должен отправляться у нас на ботом, Бристлбэк, Вофлейм, два саппорта также, наверное, будут у нас на ботоме, хотя могут, конечно, делать карнавал по всей карте, бегать и бивать кого-то. Да, и Розор на миддл, я думаю, именно такое расположение героев у нас будет. Ну а что же касается команды Фэн, два саппорта мы видим. Тайдхантер, наверное, пойдет у нас в Оффлейм, хотя, может, и Тайдхантер пойдет у нас на топ. Сейчас возьмем какого-то супер-мега-агрессивного героя, команда Фэн. Ну и Триплони отправятся в Оффлейм. В принципе, там аппарат с Чилингтачем, Леон тоже живой, могут наносить массу дэмэджа тем героям, которые будут стоять на ботоме. Или против них. Против них, мне кажется, это лучше. Снайпер появляется, ну, мне кажется, отличный вариант. Вот, если снайпер пойдет вместе с двумя саппортами на Оффлейм, то самое оно будет. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет у нас происходить, разбирают ребята-героев потихонечку. Ну и будет начинаться уже у нас вторая игра вот этих двух команд. Ну и опять же хочу напомнить, что 1-0 в пользу команды Карна-Валв. Отличный просто лого от команды Фэн. Я думаю, человек очень долго старался, выводя каждую букву разным цветом. Ну, самое жесткое лого, которое я видел. Так, ну опять ставится у нас пауза в начале игры. Надеюсь, она будет маленькая. Ну и кто на ком играет? Команда Карна-Кварна. Нет, Карна. Или Кварна. Черт, уже забыл. Карна-Валв. Играет у нас на сторону Радиент. Ну и Дельфинчик играет у нас на Дизрапторе. Шаблон на Врайскинге. Кидока на Разуре. Сторах на Бристлбеке. И Дроп за Бас играет у нас на Таррблейде. Который еще у нас не появился. И он появился. Где он? Где ты? Таррблейд. Ну, под землей находится. Такое. Ну и Сарна-Дайр. Команда Фэн. Визик на Лионе. Отца. От сети. На Сларке. Изя. На Эш-Топорычине. Димка Станист. На Снайпере. И на Тайтхантере. У нас играет Пуни Хейтер. Так. Ну и, как я и говорил. Только у нас Ларк почему-то идет вместе с этими саппортами. Сюда бы Снайпера. Но Снайпер идет у нас на Миддл Лейн. Тайтхантер в Оффлайн пойдет. Ну и по линиям от команды. Кью Ва. Видим Разур. Пойдет у нас на Миддл Лейн. Дэрл Блейд. На Ботом. Сразу же Метаморфозис. Взял себе. Ну и два саппорта. Пока что непонятно куда они пойдут. Надеюсь наверное на Ботом отправиться. Ну и Бриселбайк в Оффлайн это. Понятно мне кажется. Вообще изи. Так, ну что же. Начинается у нас игра. Есть гонг. Поехали смотреть. Так, Террор. Есть Хекс на него. Челлинг Тач бы дать. Хорошо. Челлинг Тач дается. Как же много дэмажа сносит этот Челлинг Тач. Еще бы Теченцы 2-3 накидать. И можно будет убивать его. Ну да. Одна Теченцы и все. Я понял. Хороший настрой. Я вижу команды Хан. Ну и что же. Шаблон. Пошел. Выходит на снайпера. Есть тач для снайпера. Тут же статиклинг неплохой. Начинает резать на снайпера. Но это ФБ. Так, римс есть. Ну и Димка погибает у нас на миддлэйне. И 1-0 становится для команды Киуэ. Ну неплохое начало. В принципе, как и на той карте. Сразу же Киуэ начинает как-то активно играть. Ну и мне кажется, так надо делать. Лидируешь ты по счету. Ну и нужно к тактинии начинать. Так, рипстаты. Все есть. Все отлично. Так, стянули саппорты. Команду Киуэ. На ботом. Ну и готовы уже тут что-то интересное нам показывать. Очень тяжело тут Аэроблейду как-то фармить. Видим, вообще к рипам он еще не подходил. В принципе, только опыт-то и получает. Так, ну и второй левел наконец-то получает себе. Так, ну на топе практически ничего интересного тут нету, как мы видим. Третий левел у двух героев. Стоят нормыч. Без всякого, наверное. Что у нас тут на миддл лейне. Третий левел есть уже у снайпера. Ну и нет у него шрапнели, как это мы увидели вчера. Тоже на Аматорке, где снайпер шел четко просто через шрапнель. Ну, Райсбенд уже принес себе. Имеет сапог. И теперь... Неплохо себя чувствует. Отыгрывает топ. Отыгрывает свою смерть, наверное. Быстрее так я скажу. Так, ну нужно тут тороп-дейду как-то аккуратно действовать. Хотя тут на саппортов тоже выходят ребята, так что... Очень как-то... Хотя так и нас играет этот фэн на ботами. В принципе, пока что у них не получается этого сделать. Так, ну вот. Плохая пачка крипов подходит под тавер. Главное сейчас ее забрать тут. ТБшки. Он старается добивать, но... Что-то не очень. Через раз получается. Так, что у нас тут на видолыне? Ботл уже появился в Бразора. Ну и что же. Цепляет у нас в Райскинга, в Райскинг. Имеется станчик еще. Не знаю от кого даже и дать него. Замораживается у нас шаблон. Ну и... Пухует на ЛУХП. Ну как на ЛУХП? На ЛУХП у нас уходит аппарат. Возвращает обратно у нас Сларка. Сларк у нас погибает. Ну и 2-0 в исполнении команды КВ. Почти забрали там саппорта. Сколько там? 260 хп где-то. 230 хп оставалось у аппарата. Так уж и много. Можно было бы им... Пойтись за ним тоже. Так, ну что же. На Вархингану напали у нас. Также проблема начинает с Беррблейда. Копает его неплохо. Начинает тоже неплохо нарезать. Юзайт на себя Конжуримедж. Но погибает. 3-2 становится на счет. Ну вот. Фуэнэ как-то активнее начало действовать. Заработали 2 фрага. Что-нибудь кажется неплохо. Так, что у нас тут тем временем на топе? 5 л. уже Бристлбэк. Тайтхантер уже 6-й имеет. 6-й также получает Бристлбэк. В принципе. Нужно Тайтхантеру куда-то и... Переместиться, мне кажется. 6-м левелом. Или к нему переместиться. Ну и использовать свой Ultimate уже. Снайпер. Фуэзы приобрел уже себе. 6-й левел имеет. 5-й левел у Разора. Не знаю, где Разор так долго бегал. В принципе, 6-й уже тоже получает. И что он, кстати, клинт будет, наверное. Или Ultimate тоже. Перекрутит для себя. Ну, пассивноспособность ее берет. Тоже может быть. Так. Не временем. Начинается у нас драка. Ну, что же. Да, добывает. У нас и Штопорейшена. Визика тоже проблема. И в Зайдстике выживает до сих пор. До шиппор успеет у нас Визик. Прилетает Тайтхантер. Дает ровэйш. Очень неплохой. Минус на Старрорблейд. Тоже Врайскин погибает. Ну и Дельфинчик. Старрорблейд ставит под себя у нас. Кенетик Филд закрывает. Ну, а Старрорблейд глимсует обратно с Ларкой. Ну и с Ларкой Даррпакт не успел прожать. Точнее, успел прожать, но уже находился позади. 4-4. Счет у нас в матче. Ну и к Бристаллбеку прилетает сюда у нас. Сларк. С пятым левелом. Сларка очень тяжело забрать. Учитывая Даррпакт. Ну и тот спрей, который накидывает на Бристаллбек, сразу же может сбиться. Так, Розора. Забрали на Миддлэйне. Снайпер. Вместе с аппаратом, да, через Шеллинг Тач. В принципе, ничего сложного, мне кажется, там и не было. Так, ну и Тарелблейд. На два это Морфозы. На троечку видим God of Image. Ну и скоро уже шестой левел получит. Будет интереснее, мне кажется. Что-то будет интереснее. Так, ну вот, нападение у нас на Тарелблейда. Есть Хекс. Ну и... У них Хейтер до конца-то идет. Гаш появится через 2 секунды. Но все-таки забивает нас на Тарелблейда. Шаблона у нас... Забирает, приходит у нас на Тарелблейд. Узает стики. Начинает нарезать нас по аппарату. Аппарат погибает точно. А вот... Как-то еще кого-то поймать... Что-то не удалось. В команде... Радиант. 5-6. 5-6. Ой-ой-ой. Какой же пружочек. Какой-то сларк. Только посмотрите. Ну, по таврам манцуется тут... Дельфинчик. И что же? Сларк. Уходит Шадоу Дэнс. Пытается забрать все-таки Дельфинчика. Но не получается ничего сделать. Глимсуют обратно. Сларка. Ну и Сларк без маны. Повесили... Зандер Страйк на него. Есть Кинетик Филд. Ой-ой-ой. Практически. Практически закрыли. Но... Практически не считается. Как мы знаем. Девятая минута. По Крепстату. Видим, первое место занимает у нас Тайтхантер. 1700 у него уже есть. Также Аркан на него имеется. Как мы видим. Ну и что же. Терроблейд. Пошел разводить. Заходит Илюся с двух сторон. Ну как. Илюся заходит с одной стороны. Тут же метаброфузи сразу же вязает Терроблейд. Сбирает. Не, Бристалбек забирает. У нас Леона. Он сравнивает со счетом у нас в матче. Ну так вот. По Крепстату видим первое место. Снимает у нас Тайтхантер. 46 крипов у него имеется. Достаточно неплохо себя чувствует. На подходе уже Блиндаггер. Имеется Ревэйдж. Отправляется на топ. И возможно сейчас будет какой-то выход на двух игроков команды. Кьювэ. И очень неплохой выход планируется. Так. Цепляет у нас Разора. Разор уже наверное погибнет. Хотя неплохо Глимсом закрывает. Уже Ревэйдж вязается. Отлично. Вот Тайтхантера. Минус у нас Разор. Ну и Дельфинчик пытается убежать. Дельфинчик. Дарпакт уже вязается. Вот. Сларка. Ну и Гашем добивает у нас Тайтхантер. Это 8-6. 8-6. Ну и сразу же Блиндаггер покупает себе Тайтхантер. Ну все просто нереально круто. Получается у команды ФН. В принципе только аппарат изобрели у нас снизу. Ну и. Чешет переключить то не могу. Вот. Ну по Т2 просто. По Т3 заходили ребята. Прайс Кинг погибает у нас на миддлэйне. Снайпер тоже тут погибает от Шторма Дезраптора. 9-9. Боже мой. Сравнивать счет все-таки. Это все быстро у нас так происходит. После медленного такого старта. Так. Восьмой Тайраблейд. Появляется у него Алтимейт. Тайткаттер убивает у нас Разора каким-то образом. А. Ну опять вместе со Сларком. Тогда ясно. Тысяча голды. Тайраблейда. Дальше фармит. В принципе какую-то Яшу наверное будет выносить дальше. Или через что там. Я думаю Яша все-таки появится там. Что-то с Яшей будет там решать всех подряд. Бристаллбэк. Начинает нарезать по Сларку. Сразу же Паунч. Уходит у нас Сларк. Ну и через Вангард. Будет отправляется у нас Бристаллбэк. Остается еще на Виталити Бустер. Не так уж и много. Какие-то 150 голды. Ну и Тайтхантер. Есть у него Гаш. Да. Ложит его в Бристаллбэк. Ну и дальше не пошли тут атаковать. Разор на ботами. Имеется фейзы. Восьмой левел. Алтимейт будет через 4 секунды. Возможно что-то сейчас и попробует сделать у нас со Сларком. Но опять же Сларк не самая лучшая цель. Нужны какие-то просветы все-таки. Чтобы подшедовать Дэнсом. Как-то его находить. Так. Ну а тут в Смоке заходят 2 саппорта. Пытались они кого-то найти. Но как видим никого не находят. Сверху уже вся команда. Вся кроме Террорблейда. На ботами. Ну а что же. Цепляет Тайтхантера. Тайтхантер бинкуется. И выйдет у нас насал от Бристлбека. Так. Ну и что же тут. Поймали Разора. Не пойму что тут Разор делал. Окей. Ну. Один. Без своей команды. Нехороший паунч. Ну что же. Кенетик Филд. Ултимейт. Снайпер залетает по Дизраптеру. Тут же прыгают на Стайтхантера. Отлично равеждают под 2-3 им. Точнее. Двое уже погибают. Хотя нет. Шаблон встает после реинкарнации. Ну и опять же погибает. 9-13. Тайс Бласт. Мимо. Ну и дальше бегут за Бристлбека. Бристлбек покупает себе Вангвард. И Сларк. Пока бежал. Купил себе. Глиндагер себе еще. Прыгает у нас на Бристлбека. Ну и Бристлбек. Ну много дэна же внес. Спреем. Ну а добить же некому. Некому, некому, некому. Ну опять же вся надежда у нас на Терроблейда. Который пока что фармит. И никто его не трогает. Видим на вторую строчку Крипстату вышел он. Ну и практически Яшу уже собрал себе. Ну хотя уже да. Можно купить рецептик. Ну и думать дальше что собирать. Так, Разор. Был себе две веточки на Миказм. Дизраптор с Арканами. И в Райс Кинг. 400 галды. 0.55 имеет счет. Так, ну на Бристлбека прыгают. Бристлбек пытается тут как-то мансоваться. Алтимейт тут снайпера залетает очень даже неплохо. Но еще бы спреем пораскидываться было бы неплохо. Ну, не самый лучший Шторм и Кенетик Филд от Дизраптора. Ну, потратил их. Так, снизу. Будет, наверное, сейчас атака на иллюзию эту. Или нет. Нет. Понимают тут ребята, что их разводят. Управляется в леса. Ну и тут находят настоящего Тараблейда. Ага, не находят. Не находят. Расставляет ворды. Ну и визик. Оп-оп. Находит Тараблейда. Айс Бла залетает точно в цель по Тараблейду. И он может погибнуть. Да, Тараблейд погибает у нас. Пятнадцатый фраг для команды ФН. Ну что же, пятнадцатая минута уже заканчивается у нас по графикам. Видим более двух тысяч по экспериенсу за командой ФН. Ну и по галде то же самое. Прыгает у нас Ларк. Начинает обязательно с Разора. В Разор. Жуль Тюмейт заходит от Снайпера. Тюмейт также был провез на Тайтхантера. Ну и минус два уже есть. Гоняется за Дельфинчиком. Прыгает у нас Сларк. Ну и Дельфинчик тоже не уходит. 18-9. Становится на счет. Тем временем на ботами Бристлбэк. Ну никак тут не сбить телепорты, мол. Как ни крути. Но стана у Бристлбэка нету. Наши микростана. Так, Армлет покупает себе у нас Снайпер. Снайпер, который постоянно где-то находится далеко. Но он приносит свой дамаж еще тот. Так, лимсует назад у нас Снайпера. Ну, Кенатик Фил бы дать. Ну, не было Кенатик Филда. Сейчас поставит, наверное, у нас пристыл. Да, есть Кенатик Филд. ТП Ауту делает у нас Димка. Ну и... Нет, не сделал. Десятый фраг. Так, Ванда Кювэ. Плэтмейл покупает себе Тайтхантер. 1500 на руках имеет. Сларк появился у нас Сенч. Сенч, ну и через Халберт пойдет. У нас Сларк. Тарраблейд 1100 на руках. Видимо, Разор, что не имеет кадресочку, и уже имеет Баклер. Ну и остается рецептик на... На-на-на-на-на-миказм. Так, Кайс Бласт. Заходит по крипам, ну и минус на один тавер. Команда Кювэ на топе. Так, Тарраблейд отправляется на бот, он сразу же приобретает метаморфозис. Начинает неплохо нарезать, видим. Разбираться с крипами. Ну и тут выход. Поймали у нас Дельфинчика, Дезернатор потрачено. Ну и всего лишь одного саппорта. Гадлайк у Сларка. Если, конечно же, убить сейчас Сларка, очень много денег сейчас получат игроки команды Кювайт. Да и опыта, я думаю, тоже там неплохо они... Найдут после его смерти. Так, поймали Разор, точнее, поймал Айс Бласт. И Разор, возможно, сейчас погибнет. Еще две тыченцы какие-то дать, и Разор может погибнуть вообще на изи. Шаллоданс выходит на Сларк, на 200 хп. Опять же, нет просвета. Был бы просвет, возможно, убили ребята тут и лобы. Но... Так, Монта Стайл вроде бы купил уже. Нет, Альтимей Торп летит только у нас Терраблейду. На, поднимет его хп. Насколько на 900, наверное. Или нет. Альтимей Торп не взял. Что за волк? Бристлбэк купил себе Грипп Сангвард. Отправляется на ботом. Сразу же его тут принимают. Террица Хекс, Альтимейт тут, снайперы заходят тоже неплохо. А Айс Бласт, который касается его, не взрывается на нем. Ну и в итоге двадцатый фраг для команды ФН. Ну и минус Т1 Тауэр. Что же, лишились последнего Т1 Тауэра команда Кюве. На ботами. Ну и ФН. Что будут делать? В принципе, отправляется в леса. Отправляется в леса. Сларк прочекал местность. Иллюзию. Тупили быстренько. Ну и Сенжин Яша все-таки это будет, а не Халберт. Сларка. Ну и тут Мистик Став появился у Тайдхантера. Так, ну что же. Прыгнули на Розора. Розоры уже убили. Айс Бласт никуда не попал. Хороший Ревейдж по двоим взлетает у Тайдхантера. Дельфинчика быстро фокусит. Дельфинчика убили уже. Ну и остается у нас Райс Кинг, у которого есть реинкарнация. Поэтому будет он тянуть какую-то смерть до конца. Хотя его даже не убили тут, как мы видим. В те время у нас Тараблэйд. Неплохо нарезал Т2 Тауэр. ТПА делает у нас Тараблэйд и улетает. Вот Тауэр немножко продамажил. Так, Шубас Гвард вроде бы уже, да, имеется рецепт. Тайдхантера в стэше. Ну и все идет к тому, что мы увидим третью игру сегодня. Да, Московка Мэднос у снайпера еще появилась. Так что... Такое, хотя тут у нас, как мы видим, есть Монтостайл, но я не думаю, что Монтостайл как-то сейчас поможет. Такое. Так, ну и по графикам, что мы видим, более 5000 по командному Нетворсу за командой Фэн, ну и по опыту то же самое. Тоже за командой Дайер. Так, Визик находит иллюзию. Ну, ставит вард. Обсервер, точнее, ну да, обсервер. Ну и на иллюзию тут все, наверное, сейчас будет прыгать на Сларк. Он начинает избивать ее, понимая, что это иллюзия. Все-таки добивает ее, чтобы Визина не давала. Так, Крклап появляется у УТБ. Ну и тут смог. Тут смог команда Фэн туда, куда надо прыгает. У нас Ларк, ну и Терраблейд у нас погибает. Вот так вот. 23-й фраг сделали команда Фэн. Мальстром тут на подходе, у Снайпера остается еще Рецептик. Ну а сверху что у нас? Ресталбайк фармит, 900 голды у него есть. Имеется также Худ. Ну. Так, полетела Шрапнель. Ну и должны уходить все два кива. Так как им тут ничего не светит. Да, есть Лепорт для Престилбека на ботом. Ну что же, тут есть Рэвэйдж. Может рваться Тайтхантер. В принципе, команда тоже может его подхватить, если что. Но нет, убегают. Немножко отошли. Фэны не совсем отошли уже. Я вижу, разбегаются. Там вроде бы как Рефрешер намечается у Тайтхантера. Купил он Клоттер Став, но я думаю, он будет превращаться в Облинин Став. И потом увидим Рефрешер после этого. Мальстром летит для Снайпера. Походится он на топе. Ну и дикое количество дэнджа у Снайпера и ДПСа. Так, Дэрор Блейд. Несет что-то себе. Горклап и... Липклап... Нет. Что это? Горклап имеет. Выложил он стики. Направляется дальше фармить. Правильно делает. Ну. Изи килл для Снайпера. Бил он быстренько. Дизраптора сверху. Не знаю, что тут делал Дизраптор, но... Блин. Очень далеко зашел. Так, видят иллюзию тут. Ну что же, Сларк. Прогает на иллюзию. Начинает ее сбивать. Очень много потратил на нее. В принципе, удалось развести. Достаточно неплохо. Ну и заход на Рошана. Нет, нету захода на Рошана. Могли бы зайти уже на Рошана и забрать Егис, после чего куда-то все-таки закончить это все. Как-то это все закончить. Это издевательство, я бы сказал. Команда ФН. В принципе, то же самое было в первой игре. Только от команды Кьюэ. Дождались, пока появятся в них слоты. После чего все-таки сошли и закончили. Так, Бристлбек у нас на топе находится. Сразу же убегают на него тут. Команда ФН. Ну, забивает. Забивает на него, переходит на ботом. Ну и хотят все-таки забрать. Хотя бы первые-то два для себя. Было бы неплохо, если бы Бристлбек разменялся на топе с ними. Ну вот. Понимает Бристлбек, что там все находятся. Справляется. Наверх. Убивает Т2. Опять же боится. Очень сильно боится. Ну и у вас телепорт. Наконец-то можно убегать. А ТПА Бристлбек делает. Что у нас тут? У нас пока что Тэрол Блейд подпушил немножко. Ну и Тайдхантера появился, а блин, став. 28-я минута у нас в игре. Еще 10-24. По графикам более... 7500 и более за командой ФН. Ну и по экференцию 12000. И еще ниже идет график. Короче, опять же, бешеное преимущество. Одно из команд. И эта команда не хочет заканчивать. Это вообще бред, мне кажется. Дикий бред. Тэрол Блейд выносит себе камер уже. Дикий бред. Ну и что же, поймали у нас Star of Blade'а, хотя АТ выйдет хорошо антостайл, но нет, через рвейд швы забирают. Ну и сразу же на Рошан отправляются ребята, посмотрим, после Рошана зайдут ли они на ХГ или все-таки нет. Было бы неплохо, если бы они зашли. Так, хорошо, ну и что же, ну без Рефрешера никуда ки вынимаю Тайтхантера, поэтому все-таки будет дождаться его. После этого заходить. Так, яша имеет Сусларка уже, полтимейт Орк у него появился, то есть еще 300 уже на руках, ну и дальше фармит. Дальше фармит, пристал Бэк, собрал уже Пайпу. Что тут у нас? Вот ничего нового нету, угроклаппу Разора, 2 200 на руках. Так, ну тут Сларк готов уже врываться, а Сларк видит у нас Бристлбека. Ну, давай же, у тебя Шрейгис. Ооо, Васян, Васян. Со снайпером там, не знаю, ну, блин. Я понял. Все ясно. Ну вот, находит Бристлбека. Вообще. Пу-пу-пу-пу. Так, БКБ. Паяльяется у Террор Блейда, хорошо, но... БКБ нужно, чтобы драться. Драться, пока я не вижу. Чтобы... Вообще это происходило, слово? Как-то делали это все, ребята, но... Блин. Я понимаю, все своему время, но... Что-то очень долго все это происходит. Стрелочку нарисовали тут ребята. Сларк опять же стоит, дает вижен неплохой. Сларк может сейчас ходить по карте или убивать любого. Почему этого не делает, я не понимаю. Ну, воходит на линию, забирает крипов в пачку. И что дальше? Бристлбек, тупо-аут. Под метаморфозом Террор Блейд нарезает 2 тавер. Ну, а тут заход на Т3 уже, вот... Команда ФН рефрешер имеет. Что Тайдхантера, Тайдхантер так прыгает ты уже! Дай ой, ровей, что... Господи. Райс Кинг теряет реинкарнацию. Тайдхантер, но умрет сейчас. Дает первый ревейдж. Живет. Снайпер это все дело нарезает. Есть уже минус 2. И как раз от Димки минус 2 эти 2 мы видим. Ну и вот он, второй ревейдж. Минус у нас это уже 5, наверное, если не ошибаюсь. Ну, теряет аэгис у нас Ларк. Нет, Байбек еще не делал у нас Террор Блейд. Ну, минус 4 в итоге сделали. Команда ФН даже... Минус 4, по-моему, да? Да, минус 4. Ну, блин. Какая-то такая долгая игра. Команда ФН имеет серофрешер. Та прыгнет уже на этот... На этот... За Т3. Дай этот ревейдж. Боже мой, нет. Нужно затерпеть до лоу хп. Потом давать от Трэвейдж, убегая. И потом врываться на лоу хп и чуть не умирать. И опять давать Трэвейдж. Ну, бред просто происходит. Команда ФН давно уже... Давно-давно могли бы закончить эту же игру. Начать уже третью игру. Ну, смысл... Что-то... Понятно всё. Ну, графики видим сами на свои глаза. Более 15 тысяч по... Команду на Творцу. Ну, и более 20 тысяч по... Экспириенсу. Мэд Мэл. Покупает себя в Райз Кинг. 2 200 имеет разор. Байбэк он, по-моему, делал, если не ошибаюсь. Да, байбэк делал. Ну, купить ты что-то. Зачем тебе 2 200? Ты же так байбэк уже не сделаешь. Ну, блин. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Там Скади появился уже у... Сларка. Нужно уже прыгать, нужно заканчивать. Пропадает. Сларк тут тоже никого не находит. Нашли Бристлбэка. Хорошо. Прыгает на Бристлбэка. Начинает его избивать. Тут же неплохо нарезает снайпер. Ну, и Айз Бласт залетает для Бристлбэка минус Бристлбэк. Дальше. Нет у него байбэка. Вы же знаете, прекрасно это. О-о-о-о. О-о-о. О-о-о. Ну, конечно же, Баунти Руна. Это же самая-то руна, которую нужно подобрать. ТБ. ТБ делает. Альтимейт Орб еще один преобил себе. Ну, и 1400 хп это очень мало. Не знаю. Бред. Тайд Кантер опять вперед заходит. Ну, у тебя же ревейдж есть. Дай один ревейдж, убей эти иллюзии. Ну и все. Вся проблема решена. Втягиваются на Рошана. Зачем? Непонятно. Гнимсатор аппарата появляется. По ботам решена. Решают заходить. Не могут определиться, наверное, со стороной. В принципе, зайти и снести тавер, это не так уж и сложно. Имея такие айтемы и преимущества. Так, еще одна шатанель пошла. Сларк прыгает хорошо. Закрывает Дизраптор. Шторм неплохой кинул. Ну, закрывает его. Фингером. Хороший ревейдж пошел. Первый. ВКБ. Двух героев. Ну, и сейчас второй не дождется, наверное. Рефрешер нужно нажать. Жер, рефрешер. Есть. Есть ревейдж еще один. Минус три уже в исполнении команды Файн. Минус четыре. Бай, бай, код. Тараблейда. Ну, наконец-то заходят. Ну и что? Просто в бараке надо идти. Идти прыгает у нас Ли Лайон, Лион, Тараблейда и Вайтера Блейда. Гад лайк. Тайт Хантера минус ботом. Ну и Гудгейм наконец-то пишет у нас QV. 1-1 становится на насчет в матче. Ну и ожидаем. Мы третью карту и надеемся, что будет она как-то поживее. Ну и команда включит мозг, что одна, что другая. И наконец-то мы увидим нормальную доту. А не на верочку давайте еще пофармим около 20 минут, а потом, возможно, зайдем и сломаем кабины. Что-то мне не очень подходит. Потому что как-то уныло смотреть это все действия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...